Всем огромный привет! Начинаем новый влог. У меня сегодня аромат дня. Это Arman Basin Red в парфюмерной воде. Видите, снимаю на фоне вентилятор, потому что прям вот, кажется, вот эти два товарища друг без друга никак, потому что что Arman Basin такое летнее настроение на жару и вентилятор без него никак. Правда, у нас такая невыносимая жара, девчонки, просто невыносимая. В машине, когда садишься в машину, 45 градусов показывает. На улице 35-38, просто невероятно. Я, конечно, люблю лето, хорошо к нему отношусь, но такую жару прям уже это невыносимо. И смотрите, что касается Arman Basin, сколько я его уже использовала. Девчонки, я им абсолютно ни с кем не делилась, то есть вообще абсолютно его не распивала. Это все я использовала сама, здесь, наверное, миллилитров 10 уже как минимум нет. Поэтому вот активно пользуюсь, прям освежает, он такой придает свежести. Единственное, по стойкости, не стойкий. И девочки написали, что осенью-зимой он звучит более долго, более ярко, поэтому также, конечно, оставлю его на прохладное время года. Но для меня прям такой освежитель, я бы сказала. Я когда ношу его на себя, мне прям становится легче дышать. Прям хочется им обливаться, упиваться им. Сейчас мы поедем погулять в загородный парк. Беру вас с собой, поснимаю там немного пляж. Наверное, сильно на пляже снимать не будут. Я переживаю, что если будет много людей в купальниках, что меня заблокируют видео, потому что я думала, что там очень много людей. Но так, что получится, вам, конечно же, поснимаю. Поэтому оставайтесь со мной. Так, мы уже приехали в загородный парк. Сейчас пойдем к Волге. В воду. В воду? Она хочет нырнуть. Смотрим, смотрим. Вот ноги, тут стоит такой спуск прям. У меня тоже есть фончик. Устраховочка. Мне тоже надо чехол такой взять. Устраховочка. Сюда, иди ближе, там камушки. Что-то собралась делать, Нилан. Может, все, водой не снесло. Ой. Девчонки, совсем нечаянно казалось, мне будет косметик. И, конечно же, не могла пройти мимо. Это Тихвинская. Тихвинская. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Девчонки, вы мне в комментариях спрашивали, снимаю ли я пустые баночки. Видимо, девчонки, кто недавно подписался, оставили такой комментарий. Я показываю пустые баночки во влоге. То есть у меня нет такого, что я там специально собираюсь, чтобы снять отдельное видео. Вот, допустим, сейчас у меня закончился от Эвелайн вот такой вот крем. Это он с крем-сывороткой для лица и тела. Я использовала для тела. С приятным таким кокосовым ароматом. Он такой, знаете, как баттер для тела. Такой консистенции, густой, приятный. Но при этом на коже он быстро впитывается, хорошо распределяется. Очень хорошо увлажнял кожу. И такой большой объем здесь у нас. Так, где у нас объем указанный? Да, вот здесь. 200 мл. Прям классный. Мне он понравился. Хватило его надолго. Поэтому очень даже советую, если ищете подобное средство, чтобы не перегружало кожу, но при этом хорошо увлажняло и питало. То присмотрите. Здесь алоэ у нас и кокос. Классный продукт. И, девчонки, замена предыдущему крему. Это у меня сейчас такое смягчающее, увлажняющее молочко для тела. 99% алоэ вера. Классный продукт с помпой. Тоже мне очень нравится. И также сейчас вот такое вот молочко для тела использую. Потому что сейчас как раз лето. Солнышко очень такой актуальный продукт. Тоже хорошо, кстати, увлажняет кожу. Приятный аромат. И такие приятные блестки остаются на теле. И вот эту вот сейчас линейку активно использую. Это у меня крем вот такой вот. Это у нас 30 плюс идет уход. И такой вот под глаза. Это у нас роликовый гель для кожи вокруг глаз. Тоже очень приятный продукт. Собственно, когда в холодильник его ставите. Вообще классно так охлаждает область под глазами. И прям очень комфортно кожа. И раз уж я начала рассказывать про продукты от Evelyn. Смотрите, еще у меня вот такой вот Rich Lips. Это у нас масло для губ. Мне понравилось, как этот продукт смотрится на губах. Он так увеличивает зрительно губки. Очень приятный. Аромат тоже приятный у продукта. Но есть один нюанс. Из этого, в принципе, я так скептически порой отношусь к блескам для губ. Что он скатывается в белую полосочку на губах. Вот, допустим, я снимаю видео. Хватает его, наверное, минут на 10, чтобы он выглядел хорошо на губах. Потом начинает появляться вот эта белая полоска. Мне очень она не нравится. Очень красиво выглядит. Вот это, конечно, нюанс. Но я думаю, надо попробовать, наверное, наносить его более тонким слоем. Потому что я наношу его так жирненько, чтобы губы зрительно выглядели больше. Наверное, в этом проблема. Из этого, наверное, он скатывает. Можно носить таким тонким слоем. И потом поделюсь с вами впечатлением, как он при таком использовании себя ведет. Также, в принципе, я показывала вот этот вот продукт. Это у нас тоже бальзам. Но для меня он немного липковат. Вот это вот нюанс такой. Пюр Пау Пау здесь тоже очень его люблю. Так, вот такой вот Блистекс тоже приятный продукт для губ. Я тут смотрю прям много. Вот этот, кстати, бальзамчик от Evelyn тоже классный с кокосом. Такой приятный очень бальзам для губ. Я, кстати, люблю, когда у меня много бальзамчиков. Невея тоже такой хороший, питательный. Очень мне нравится масло для губ. Вот это вот от Clorans. Прям обожаю его. Классное такое. И он, кстати, у меня никак не скатывается, не собирается ни в какую пленочку. Вот. Также, кстати, вот этот мне еще не нравится бальзам для губ. Вот такой вот воздушный поцелуй от Estelle. Тоже классный. Вот. Вот это, кстати, у меня бальзам с L'Etoile. Ну, это больше доча пользуется. Такой вот он, не мимишный. Кстати, у нас где-то еще такой кексик есть, милашки. Бабуля такой тоже покупала наподобие. Поэтому вот. Такая вот у меня тут картина. Ну, главное тут сейчас прибраться. Все, растаять. У меня и капли, и уход для глаз, и все. Фиксиат я, кстати, тоже пару раз использовала. Интересно, конечно, да. На макияж никак это не влияет. То есть он никак не стекает, никак не размазывается. А действительно, как будто бы, да, держится дольше. Потому что я вам рассказываю, что это мой первый фиксирующий спрей для макияжа. Раньше я такой продукт никогда не использовала. Вот, кстати, сейчас пойду, наверное, помою кисти. Потому что уже давно действительно так не мыла кисточки. Надо сейчас пойти их помыть. Кстати, по поводу кистей. У меня есть в основном кисти только это Real Techniques. И мне очень нравится еще Ecotools. Это как бы основной такой мой набор. Ну и, кстати, у меня, по-моему, еще... А, вот такой вот у меня есть. Jaff. Тоже китайский какой-то бренд. Тоже заказывала такой наборчик на Алиэкспресс. Вот эти. А вот эти Ecotools. И называлась iHerb. Вот. Поэтому там, кстати, очень выгодная цена на эти кисточки. Сейчас пойду помою, потому что они у меня уже почти все грязные. Надо их мыть. А для тонального крема у меня вот такая вот она. Вот Фаберли кисточка тоже сейчас пойду. Все, помою. Вот и нашла себе занятие на ближайшее время. Девчонки сходила в СДЭК, получила посылочку. Смотрите, какая красота к мне приехала. Это авторская парфюмерия Екатерина Сиорди. Ну, наверное, когда выйдет этот влог, вы уже увидите на моем канале обзор на все ароматы. Смотрите, как все это красиво, так мило. Такая вот наклеечка к каждому пробничку. Я выбрала интересующие у меня ароматы, те, которые больше всего меня заинтересовали. Все, конечно, так очень красиво оформлено. Такая вот коробочка здесь. Также это все было еще вот в такой коробке. Мне очень понравилась открытка. И что здесь написано. Счастье помогает нам создавать тот самый мир, о котором мы мечтаем. Твори свою реальность. Очень все это интересно. В общем, тоже все данные Екатерины. В общем, буду знакомиться, тестировать. Я, кстати, вот этот аромат уже на себя нанесла. Мне он понравился. Такой интересный. Ягодный. Летний. Такой классный. Ну и, естественно, буду все пробовать. Девчонки, в завершении влога давайте с вами по классике жанра уже разберем пару пробников. Пару ароматов. У меня такая коробочка красивая. Это ароматы Alisab Girl of Now. Я покупала в наборе. Как раз была хорошая цена. Я вам показывала, в принципе, во влогах. В Ривгош как раз распродавали этот бренд. И, по-моему, за две с половиной, что ли, я купила здесь 50 миллилитров аромата и лосьон. Даже там не лосьон у меня был. Там, да, лосьон и гель для душа. То есть, три продукта. Так. Первое, с чего мы с вами начнем, это у нас будет Валентина Вольче Вива. Это новинка прошлого года. Давайте я прям его нанесу, потому что я уже, честно говоря, его подзабыла. Но помню, что аромат меня не особо впечатлил. Да. Для меня он такой ягодный, сладенький, приятный. Знаете, в принципе, что этот аромат? Что My Way? Вот выходили в том году. Чем-то для меня были схожи. Сейчас проявляется такая сладость, немного почуль. Он сладкий, он приятный, такой ягодный. Но это аромат из разряда тех, которые абсолютно не запоминаются. То есть, если где-то вы его на ком-то услышите, то вы не поймете, что это Вольче Вива. Вы подумаете, ну, какой-то приятный люксовый аромат. Но чтобы прям вот у вас сразу раз, о, вот это Вольче Вива. Нет, такого абсолютно не будет. У нас присутствует апельсиновый цвет, мандарин, бергамот на старте. А потом все-таки я ощущаю ягод. Но, насколько я помню, ягод здесь никаких нет. Вот, скорее всего, вот это сочетание компонентов идет. Так, здесь у меня опять же Ванши Линтерди. Я его люблю, обожаю. Это парфюмерная вода. Кстати, наверное, парфюмерную воду тоже надо себе обязательно купить. Так, дальше у меня здесь Нина Ричи. Это Оде Туалет Лабелла Денина. Таким вот образом здесь выглядит у меня пробничек. Ой, сейчас тоже нанесем. Это такое сладенькое, вкусное, красное яблочко для меня. Да. И красные, и зеленые яблоки. Прям такая корзина с яблочками. Очень приятный. Но вот версия Туалет на Воде, она такая более легкая. Более сочная. Нравится мне. Кстати, у меня было красное, зеленое яблочко у меня из коллекции. Ему уже очень много лет. И красное тоже у меня, по-моему, раньше было. Так, что у меня здесь дальше? Так, здесь у меня дальше пробничек. Каком Мадемуазель Оде Парфам. Я каком Мадемуазель люблю. Но я вам уже рассказывала, что для меня все-таки туалетная вода это более носибельная версия. Там для меня меньше пачули. Там, конечно, пачули также присутствуют. Но за счет цитрусов они там ощущаются не так ярко. Их не так много. Но, конечно, вообще каком Мадемуазель это аромат на все времена. Просто бесспорно. Он всегда был и всегда будет, мне кажется, в топе продаж. Далее у меня здесь аромат от Cartier, La Pantheir. Единственное, я очень хотела познакомиться с этим ароматом. И я, по-моему, при заказе на мейкапе, что ли, себе заказывала его. И нет, знаете, как получилось? Я себе заказывала, по-моему, туалетную воду с духи RF. Потом я заказывала с мейкап. Там был пробничек парфюмерной воды. Я хотела сравнить. Но у меня пришел опять пробник туалетной воды. Не знаю, почему так произошло. И что могу сказать? Мне кажется, туалетная вода очень уступает парфюмерной. Она такая легкая, цветочная. У нее нет никакой сладости. Он абсолютно на мне нестойкий. Яркость тоже не особо. Но это прям такое цветочное направление. Я очень много положительных отзывов слышала об этом аромате. Прям с удовольствием хотела с ним познакомиться. Но по факту нет, это не мое. Это прям такие явно. Такой цветочный аромат, цветочное направление я не люблю. Вот видите, у меня опять Givenchy L'Interdie 1001. Так, далее у меня здесь Joy. Версии Intense от Dior. Я, в принципе, к линейке Joy отношусь ровно. То есть мне никогда не хотелось купить ее. Потому что вот как он вышел, когда как он мне напомнил. Allure от Chanel. И все. Вот так у меня это засело в памяти. И я к нему даже больше не подходила. Так, что у нас тут дальше? Здесь у меня много пробничков от Adjima. Так, вот здесь у меня Miss Dior. Так, Miss Dior Blooming Bouquet. У меня тут аж два их. Я вам рассказывала, что я прям долго очень думала над покупкой. Мне он нравится. Он такой женственный. Такой пионовый. Свеженький. Воздушный. Даже не то, что женственный. Он прям девичий. Но меня очень смущает его стойкость и шлейф. Поэтому я решила не покупать. Мне кажется, за такое звучание дороговато будет. Вот поэтому решила не брать. Так, что у меня здесь дальше? Так, у меня здесь еще одна. Вольча Вива. Это мне Настюшка моя присылала. Так, далее у меня здесь Dior Farm Infinissima. Это новинка прошлого года. Да, в конце прошлого года она осенью вышла. Мне тоже он не очень понравился. Он такой для меня... Он прям, в принципе, заявлен как восточно-цветочный. Мне он напомнил что-то из Avon. Из такой более премиальной линейки. Не те, как бюджетные водички. Такой он прям насыщенный, ярко-цветочный. Я такое не особо люблю. Поэтому мне эта новинка не впечатлива. Вот здесь даже вот описано. Бесконечный цветочный букет. Из розы сентифолии, жасмина, ланга-ланга, грасской туберозы. Украшенный кремовым древесным акцентом садалового дерева. Бесконечный чувственный шлейф нового аромата Dior. Да, просто вот он такой прям 100% цветочный аромат. Так, далее у меня здесь Alive от Hugo Boss. Тоже впечатление, ну, не очень. Покупать бы я точно не стала его. Потому что он такой же безликий для меня, как и Vulture Viva. В нем тоже понамешано и фруктов, и цветов, и всего подряд. И это прям такой, на старте он прям такой рисковатый, цитрусы. И то есть это обо всем и ни о чем. Абсолютно безликий аромат. Мне он тоже не очень понравился. У меня сегодня прям ароматы, которые мне не зашли, можно сказать так. Так, sparkling букет я вам уже показывала. Интересный такой. Чуть-чуть посвежее, чем классическая версия. А также у меня есть вот такой Ecstatic Balmain. Вот так вот выглядит он. Так вот выглядит флакон. Кстати, я видела по хорошей цене его на сайте Natina. Это мне Настюша присылала. Сейчас с вами его протестирую. Я, кстати, его по-моему ни разу даже не тестировала. Кстати, на старте прям ощущаю грушу. Груша. Потом Asmantus. Такие какие-то цветочные аккорды. Кстати, надо мне сейчас его убрать. К ароматам с нотой груши. Потому что я как раз сейчас готовлю подборку. И здесь я прям явно ощущаю ноту груши. Да. Интересный такой. Интересный, в принципе, приятный. Но, опять же, вау-эффект у меня прям такого не вызывает. Так. Далее, что у нас здесь есть еще. И давайте, наверное, последний уже аромат, чтобы сильно не затягивать этот влог. Это у нас агент-провокатор Pink Fatal. Вот таким вот образом выглядит сама упаковочка, флакон. И для меня это прям такой, я бы сказала, аналог Lanvan Eclat. Eclat Derpige. Он такой же яркий. Я в нем ощущаю личи. Что-то вот такое вот звонкое. Приятное. Как будто бы так же ноту сиреней. Вот почему такая розовая женственная водичка, которая понравится многим. Поэтому стойкость, кстати, небольшая. Шлейф небольшой. Но тоже видела на Натина. Очень бюджетный. 1600, по-моему, он стоил за 100 мл. Такая хорошая поливашка на лето, на весну. В принципе, он такой всесезонный. Конечно, лучше, наверное, будет в более теплое время года. Потому что он будет дольше держаться. Так, кстати, приятный. Тоже миленький такой ароматик. Вот. На этом уже буду заканчивать данный влог. Надеюсь, вам это видео было интересно. Возможно, в чем-то полезно. Прекрасного вам дня, вечера. Какого у вас все время суток. Прекраснейшего, прекраснейшего летнего настроения. Спасибо, что подписываетесь на мой канал. Комментируйте мои видео. Мне это все очень приятно. Мне это вдохновляет. Снимать больше и больше видеороликов. Огромнейшее вам за это спасибо. Всех вас очень люблю. Встретимся с вами совсем-совсем скоро. И пока-пока.